Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня мы решили рассказать вам об одной очень хорошей актрисе, которая уже очень давно не снимается. Она полностью ушла в семейную жизнь, следит за домом, рожает детей, у нее их двое, мальчик по имени Жак и недавно родившаяся девочка. Про ее теперешнюю жизнь известно не очень много. Редкие фото и жуткая история с арестом брата и родителей, тайной полиции Венесуэлы. Полиция арестовала их по подозрению в заговоре против боливрианского правительства. К счастью, маму быстро отпустили. А вот что с отцом и братом неизвестно. Но вернемся к нашей героине. Она сидит дома и полностью сосредоточена на семье. А когда-то она блистала и на экране и на красные дорожки. Зрители по ней скучают, поэтому мы решили о ней напомнить. Наталья Стрейгнард Мартинес Негри. Ее полное имя. Как вы сами видите, Наталья продукт смешения разных кровей. Мать аргентинка, отец немец, родилась в Испании, жила в Гане и Венесуэле. Сейчас живет в Штатах. Изучала право и случайно попала на съемки рекламы. Получила приглашение на конкурс красоты Мисс Венесуэла и стала его финалисткой. Начала сниматься в теле новеллы. Обычный путь, обычные девочки с симпатичной мордачкой и стройной фигурой. Таких было много. Но не каждый удалось закрепиться в сериальном мире и стать настоящей звездой. Избранница. Моя прекрасная толстушка. Анита не сдавайся. Шторм. Самые знаменитые ее работы. Чем она взяла? Кто-то считает, что актерским талантом. Кто-то уверен, что он необычный для Латинской Америки внешностью, потому что натуральные блондинки здесь на вес золота. А кто-то думает, что обаянием и коммуникабельностью. Все может быть. Будем считать, что звезды расположились удачно для юной венесуэлки и открыли ей дорогу к славе, сделав из нее одну из самых популярных в Латинской Америке актрис. Сама она говорит о себе, что она спокойная, мечтательная и открытая. Привержена здоровому образу жизни, не ест мясо, не любит одиночества, не способна долго находиться одна, преданно семье и любит поболтать. Слово классический экстраверт, открытый для людей и выплескивающий эмоции на окружающих. Вероятно, именно эти особенности характера Нати и разрушили ее брак с Марио Симару, который является классическим интровертом. Терпеть не может шумных компаний и обожает помолчать. Представьте себе пару, где один болтун, а другой сатанеет от этой болтовни и лихорадочно ищет местечко, где можно побыть одному. А так все хорошо начиналось. Съемки в женщине моей жизни, дежурные поцелуи на пробу, легкое кокетство, а потом бац и любовь до гроба. Марио не остановил даже то, что у Наталии был официальный жених, а у Марио невеста фабиологом по манес. Но кубинец шел к своей цели на пролом и Нати не устояла. Ухаживал он очень красиво. Лорена Меретана, которая снималась с той же Навелли, говорила, что Марио с ней советовался. Как лучше найти к Натали подход? Она и посоветовала. Романтика и еще раз романтика. Вот ключ к сердцу девушки немецких кровей. А цветы мариачи включить обаяние на полную катушку. В 1999 году они поженились. Свадьбу транслировали по телевидению и молодожены даже получили кругленькую сумму за право показа. А потом начались суровые будни. Постоянные съемки, разъезды, расставания. Какая семья выдержит, если супруги проводят вместе пару месяцев в году? А потом издержки профессии в виде поцелуев и объятий твоего супруга с другой женщиной. Хоть это всего лишь и работа. Наталья признавалась, что не смотрит такие сцены, потому что у нее слишком хорошее воображение. И она очень ревнива. Как и следовало ожидать, через два года они расстались. Марио ничего не комментировал. Из него личную информацию клещами не выкинешь. А вот Наталья была с журналистами очень окровенно и говорила, что не понимает, почему так случилось. Ведь они любят друг друга и продолжают очень тесно общаться. Возможно, они просто плохо знали друг друга настоящих, несериальных и поторопились со свадьбой. А потом парочка вновь сошлась, поняв, что врозь им хуже, чем вместе. И начался второй этап их брака. Который не умрачило даже то, что желтая пресса вовсю писала про их взаимную неверность. Марио приписывали аргентинскую журналистку Анну Сальдати, с которой он познакомился еще в 2001 году во время съемок Амур-Латино. И якобы даже летал к ней на частном самолете. А потом были слухи о романе с Данной Гарсией и Паулой Рей на съемках «Хищников». Слухи были настолько сильными, что Натя примчалась к Алмубию охранять свое сокровище. Что касается Данны, то она на многочисленные вопросы об отношениях с Марио ответила только одно – семья для нее святое, и разрушать она ее не станет ни при каких условиях. А вот Марио проговорился, сказал, что все обсудил с женой, и она его простила. Вот так Наталья. Во всяком случае Наталья всегда утверждала, что об изменах и речи не было. Поверим ей, а не желтой прессе. Казалось, что все наладилось, но нет. Свинью подложил коллега Наталья по новелле «Анита, не сдавайся». Радольфо Хименес. Он закидывал ее цветами, подарками и раздавал очень интересное интервью. Говорил, что у них с Натей любовь, и что она скоро бросит Марио и будет жить с ним. Сама Натя яростно все отрицала и призывала сравнить двоих мужиков. Кому нужен другой мужчина, когда у тебя такой, как Марио. А потом в аргентинской прессе разразился грандиозный скандал с обвинениями Натей в измене и в том, что она сделала аборт, избавившись от внебрачного ребенка. А аргентинцы это заинтересованно обсуждали и выплыла одна занимательная деталь. Слух якобы пустила та самая Анна Сальдати, которая решила отомстить Натей за то, что Марио так и не решился бросить жену. Пресса писала, что роман с Анной длился пять лет и не прерывался даже тогда, когда Марио вернулся к жене. Короче говоря, все это копилось-копилось и в конце концов привело к окончательному разрыву. По слухам, разводы попросила Марио, а Наталья разрыва не хотела и даже прервала съемки в шторме, чтобы последовать за мужем в Испанию и уговорить его дать их браку еще один шанс. Безуспешно. В 2006 году их развели с формулировкой по причине непреодолимых противоречий. Символично, что первое расставание ознаменовало серьезной болезнью отца Нати, а второе – смерть отца Марио. Очень многие считают, что истинной причиной развода было то, что Марио жестоко обращался с женой и бил ее. Обратимся к первоисточнику – к той, которую якобы били. Нати это всегда отрицала и говорила, что расстались они друзьями. Подтверждает абсурдность этих слухов интервью Натали Каролине Сандавали. Сандавали по прозвищу «Ядовитая» всячески пыталась вынуть из Трейга признание, что годы, прожитые с Марио, были самыми худшими в ее жизни. И вообще, Симарио – жуткий и конфликтный тип. Не смогла. Наталья сказала, что хоть ее бывший и не самый общительный человек в мире, он скандалов не устраивает и не надо на него всех собак вешать. Она о нем всегда будет говорить исключительно хорошо. Более того, Нати очень остро среагировала на обращение фанов в Марио, когда те попросили опровергнуть ее информацию с желтой прессы о том, что по решению суда Марио запрещено подходить к ней ближе, чем на 100 метров. Она опровергла эту чушь и сказала, что ничего подобного никогда и не было. Враньез. Желтая пресса все равно не унимается и периодически пишет про то, как злобная Симара использовала бывшую в качестве боксерской круши. Делать нечего. У них свои представления о профессионализме. Многие до сих пор уверены, что Наталья и Марио совершили огромную ошибку расставшись, что они оба были друг для друга своеобразными талисманами. Как знать, может быть это и так. Одна Натя была недолго и в 2007 году вышла замуж за бизнесмена Доната Каландриэла. Выходила замуж спешно, как будто торопилась что-то доказать. Хотя бы то, что красота в мужчине не главное. А главное спокойная жизнь с мужчиной, за которым не бегает толпа восторженных поклонниц и которые всегда дома. Тогда же она снялась в последней новелле «Клятва». Новелла была крайне неудачна и ознаменовалась чередой громких скандалов. В частности, Асвальдо Риос рассказал прессе, что у него и Натя страшный роман. Он это сделал не из злобных побуждений, а просто для поднятия рейтинга, который был чуть выше двух пунктов. Ну так сказать, для пользы дела. Но Натя ужасно возмутилась, потому что молодой муж оказался ревнив и потребовал объяснений. И поговорит, что даже приложила к молодой жене руки для большей убедительности. После этого Натя покинула телемонда, хотя ей оставался целый год до конца контракта. Через некоторое время она появилась на универсион, где вела ток-шоу. А потом и вовсе покинула телевидение. Муж в 2008 году практически обанкротился. Жить в доме Натальи, который отошел к ней после развода с Марием. Натя занималась хозяйством, готовила и чистила туалеты. Отношения с мужем были напряженными и даже появились сообщения об их разводе. А потом она забеременела и родила сына. Дела мужа постепенно наладились и Натя полностью отдала семье. Ходили ее слухи о возвращении на телевидение. Но ни один из слухов не подтвердился. А жаль. Теперь Наталья мать двоих детей. Сбыла с ее мечтой о большой семье. Хотя в одном из интервью она сказала, что идеальное количество детей в семье пятеро. Есть куда стремиться. Боимся только, что за семейными заботами Наталья окончательно рассталась с мыслью вернуться к профессии. Которую она очень любила и которой гордилась. В этом году ей исполнится 44 года. Так что времени для возвращения на экран все меньше. А у нас на этом сегодня все. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok